Он знает дорогу до Лондона. Так можно сказать про Александра Троянова. Три года назад тренер привел своих подопечных к победе в этом турнире. Правда, тогда он работал в другом ангарском интернате. А этих воспитанников наставник взял всего лишь за две недели до соревнований. Моя первая задача была их привить к футболу и к спорту. Чтобы они поняли, что это такое, как это тяжело, хотя они это еще не осознали. Заставлять футбол никто никогда никого не заставлял. Надо выходить на поле не вне наказания, а в радость. То есть вышел на тренировок, подработал на 104%, а потом пошел отдыхать. У них, у этих детей, в данное время, сейчас это все отсутствует. У них на первом месте это лень. Лень вперед их родилась. А еще его бразильцы чуть младше, чем другие участники. Кстати, бразильцами их называли из-за игровой формы. Впрочем, на поле сравнение с худисниками мяча ангарчанам не помогло. И они не вышли из группы. В отличие от Барселоны. Точнее, Шелиховского центра помощи детям. Но, так как ряд игроков были старше, то в финал гранатовых не пропустили организаторы. Однако, жульничеством здесь и не пахло. Просто детей нужного возраста в интернате почти нет. А играть-то охота. У нас даже команды 2004-2005 года, то же самое. Есть дети младше. Но вы у нее расстроились? Нет, мы не расстроились, потому что нашу команду допустили. К сожалению, такие турниры проводятся у нас один раз в год. Хотелось бы, может быть, в кубке первенства города. Где бы ребята вообще показали, раскрыли себя во всем своем понимании футбола. Кстати, все битвы были настолько упорными, а желание забить огромным, что даже один из мячей застрял под потолком дворца спорта. А в итоге в финале бились игроки Лесогорского интерната и музыканские воспитанники из Иркутска. Первые, забив трижды, вроде вели матч к победе. Но в концовке чуть не были наказаны за расслабленность. И чуть было не упустили победу. А так 5-3 Лесогорская школа-интернат номер 11, чемпион. Сложно было играть? Очень. Когда поверили победу? Когда поняли, что победите? Ну, тренер сказал, что мы там можем пострелиться, постараемся, то можем победить. Ну вот мы и начали стараться. И в итоге победили. А дальше началось самое приятное. Награждение. Без подарков в виде игровых мячей от Мегафона не ушел никто. А лучшие, как по отдельным номинациям, так и в целом, получили заслуженные награды. Кубки и медали. Были и персональные сюрпризы от Федерации футбола региона. Понравился мальчик из Вердовского округа. Ифидев Александр. И что он? Куда? Я думаю, что будем рекомендовать его в областную специализированную школу по футболу. У мальчишки есть все данные. Я думаю, что именно этот турнир и направлен для этого, чтобы дать мальчишкам будущее, которое зависит, конечно, от них. Второй этап уже скоро, в марте. Место его проведения – Владивосток. От Иркутской области туда отправятся футболисты Лесогорского интерната и команда Ленинского ЦПД, как победители среди команд 2005 года рождения. Сложно находиться на этом турнире и не сопереживать за ребят. Поэтому мне кажется, что очень достойные команды победили и очень достойно представят нашу Иркутскую область на дальневосточном этапе. И хочется на самом деле дойти в этом году до Сочи, поэтому будем держать пальчики за наших ребят. А те, кто в этот раз не смог победить, покидали гостеприимный дворец спорта труд с одной мыслью – быстрее на тренировку, чтобы уже через год выйти на паркет и попытаться доказать, что действительно будущее зависит только от тебя. Причем как свое, так и всей команды. Алексей Шопенков, Пресс-служба Федерации футбола Иркутской области.